Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Только что посыпался дождь у нас на потолок радио «Болтком» студия, в которой нахожусь я, ведущая программы «Без антракта» Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин и с нами на связи из «Валмеры» Ренин Суханус. Доброе утро, Ренинс. Доброе утро. Спасибо большое, что ты выделил время для того, чтобы с нами поговорить, потому что для меня этот очень разговор важный. Я очень давно хотела добраться до летнего фестиваля «Валмеры», про который я много слышала раньше. И вот, наконец, в этом году я еду сама и очень хочу рекомендовать другим людям тоже приехать и посмотреть, что вы там делаете. Я вижу за твоей спиной афиши. Там есть 2, 3, 4 августа. Это какой-то предыдущий год. Есть 5, 6, 7 августа. Тут есть многое тоже, но извиняюсь, я сижу, где я могу. Да-да-да. В этом году фестиваль будет проходить следующие выходные. Это 7, 8, 9 августа. Да, правильно. Скажи мне, пожалуйста, этот фестиваль проводит Валмерский театр. И некая команда, которую вы собираете каждый год. Как вообще организован фестиваль? Почему Валмера? Почему вообще лето? Почему этот август? Немножко расскажи, пожалуйста, свое. Ну, это как идея депутата Валмера. Город задумал это. И город думал, ну, вот летом есть много фестивалей. Есть Рига, Юрмала, есть вот такие штуки. А что делать Валмер? Валмер есть город спорта. Ну, конечно, Валмер есть хороший театр. И, ну, подумал, давай, будем делать как театральный фестиваль. Попросил мне, что я думаю. Может быть, я могу думать, что это будет. Но я так работал здесь как режиссер вот в это время. И, ну, вот так просто думал, что делать для Валмера такое хорошее. И я подумал, Валмер – это такой советский город. И здесь через войну все как, не знаю, как по-русски. Было уничтожено все. Да. Нету просто старых городов. И это чуть-чуть всегда для людей здесь. Это как на сердце чуть-чуть. Цесис, это красиво. Тут старые много домов, а здесь нет. Ну, вот. И мы посмотрели, а в Валмере есть много интересных мест. И вот так. И я сказал, будем делать… Цесис. У нас с интернетом что-то у Рейниса. Сейчас мы попробуем. Вот, Рейнис, давай. И ты подумал, что будем делать. Ты немножко выпал у нас с интернетом. Сайт-специфик театр. Ага, сайт-специфик театр. Мы тогда расскажем зрителям, да, что это сайт-специфик. Это тот театр, который приспосабливается к месту, да, в котором он показывает спектакли. Правильно? Да, правильно. Вот. И все спектакли этого фестиваля сделаны уникальными. Все как новые спектакли только до этого фестиваля, до этого места. Если есть, не знаю, стадион, тогда вот этому стадиону, вот так, так, так. Скажи, пожалуйста, ведь ты же еще не просто так, наверное, придумал делать фестиваль сайт-специфик. Ты же еще сценограф. Ну да. То есть ты все-таки в театре очень много работаешь с пространством. И поэтому придумать фестиваль, который будет приспособлен под пространство, для тебя, наверное, это логичное решение. Ну да, так можно сказать. И, конечно, это фестиваль есть два важные люди, принципиально. Есть художники, которым есть возможность работать летом, не знаю, лес, или стадионом, или бассейн. И есть зрители, которые не сидят аудиторием, а сидят лесом, или, ну, вот так. И вы в этом году попали, конечно, в такое, как сказать, положительное качество, потому что везде в замкнутых помещениях у нас ограничения. Валмерский фестиваль из-за того, что он сайт-специфик и open air, используем такие слова, да, которые на улице под открытым небом. И в каких-то специальных помещениях, о которых мы сейчас тоже поговорим, он имел приоритет. И вы, по-моему, даже и не брали никаких перерывов, да, в подготовке. Вы знали, что он будет просто. Да-да-да. Я, вот я так подумал, как, просто да, я понял, первый момент ковида, будет такая возможность, если будет возможность сделать спектакль до 5 зрителей, я буду делать. И я попросил Валмер, и город сказал, ладно, делаем. Ну, вот, и я очень рад по такой ситуации. Просто есть тоже художники, которым надо работать. Надо работать для своего душа, как, ну, это работа. И, ну, конечно, тоже деньги надо, но как, это все процессы надо бить. Невозможно так, вот, структура театра просто стоп-кран. Это нереально. И, конечно, нормальный театр, который есть, ну, не знаю, в городе, это сложно. А фестиваль, это, как, есть много возможностей, очень эластический, да, есть такое слово. Он очень много эластичный, он такой, он, этот фестиваль, у него такой формат, который может приспособиться к разным условиям, да. Вы можете выбрать разные площадки, вы можете каждый год придумывать новые места, и вы каждый год приглашаете новых режиссеров. Ну, вот, поговорим немножко о том, почему ты сегодня не с нами в студии, а в Валмере, потому что мы планировали, что ты будешь здесь, но тебе пришлось срочно уехать, потому что у тебя сегодня, как раз, я так понимаю, какое-то освоение очередного пространства. Какого? Расскажи, пожалуйста. Ну, вот, это сложный вопрос, но мы делаем такой, тоже есть два летние школы в Валмере, и есть один, который будет в следующей неделе, детский театр, современный детский театр-школа, для новых художников, которые будут здесь, и думать свои идеи в следующем году, по детским спектаклям, а есть школа архитектурам и дизайнерам. И этому году я смотрю, ну, что едет здесь, все, как партии, как по-русски. Сообщества? Да, и все, ну, есть много проблем по поводу дистанции, вот это все. И я подумал, ну, надо делать тоже какой-то хорошей партии, фестивалам, дать какое-то чуть-чуть хорошее настроение, чтобы было счастливое все. Да, да, зрителям и артистам тоже. Ну, а как делать это нормально? Делать этой агрессивной линией скотчем? Да. Ну, вот, и я подумал, надо спросить дизайнера. Дизайнеры и архитектуры, они знают, как делать хорошую дизайн местом, где делать партии для 200 людей. Ага, то есть вы сейчас собираете вечеринку на 200 человек, и это будет часть вашей программы фестиваля, каждый вечер, как я понимаю, да? Каждый вечер. Праздничные такие. Будут актеры с разным театром. Да, я видела, что как бы обеспечение настроения, атмосферы у тебя там Яна Хербст. Да, Яна Хербст из русской драмы, да. Да, и дизайнеры и архитекторы сейчас придумывают это пространство так, чтобы оно было, с одной стороны, дружелюбным, да, таким welcome, а с другой стороны, чтобы оно соблюдало все правила проведения публичных мероприятий. Правильно? Да, правильно. Вот. Значит, вот этим ты сегодня там занимаешься. Но при этом я сейчас немножко перепрыгну от фестиваля к другому вопросу. Завтра премьера в национальном. Да. Как ты успеваешь, скажи, пожалуйста? Ну я всегда много работаю. Ты любишь? Да, я люблю работать, и у меня просто есть возможность. Я скажу спасибо всем. Это просто есть возможность работать, и я работаю. И второй, наш директор Янис Вимба попросил всем артистам думать, какие идеи, что делать в это время пандемии. И мне просто была эта вот идея. Есть такая хорошая пьеса Мара Залейда. Маргарета называется пьеса, автор Мара Залейда. И тут ситуация просто такая, как... Ну есть возможность сделать это зума. И мне будет спектакль, где будет возможность сбить зал, 44 зрителей, и есть возможность смотреть зума. И все, как, все, ну, live. И, ну, как, по-моему, есть, это, как электронный театр. Как электронная почта. Если есть электронная почта, есть электронная страна, есть, тогда, может быть, какой электронный театр. Есть электронные услуги. И я думаю, мне, как режиссорам, как сценографам, надо работать. Мне надо думать по этому. Поэтому работаем. Ну, у вас же на сайте Национального просто есть такой раздел, который называется Е-театрис, электронный театрис. И сейчас там постоянно транслируется, и можно посмотреть спектакли проекта «Белый куб», который уже давно делается, с мая месяца, по-моему, да, премьеры начались и регулярно проходят. А твой проект немножко другой. Это все-таки зрители попадают в театр на малую сцену, на новую сцену театра. Но при этом, как я поняла из описания, они подглядывают за тем, что происходит с… То есть они не видят актеров реально на сцене, они подглядывают за тем, что происходит в некой комнате, да? Ну, есть два комнаты. Один актер играет одну комнату, и второй актер — вторая комната. И все ты это выводишь онлайн. А зритель антрактом измельнится местом. Ага, я поняла. То есть у тебя сначала одни наблюдают за одним, другие за другим, потом меняются. Да. И третий вариант — ты можешь сидеть в дом, в темную комнату, и тоже смотреть. Своим компьютером, и тоже смотреть. Я видел прогоны, смотрел два оконцевые прогоны только через зум. Очень круто. Ну, хорошо. Значит… Можешь, знаешь, можешь, не знаю, но свободно. Да, можешь взять с собой чашку чая, можешь чашечку кофе. Но главное — погрузить себя в атмосферу театра, находясь дома, да? И я можно скажу, о чём эта пьеса? Потому что на самом деле она есть переведённая на русский язык. И если кому-то интересно посмотреть такой электронный театр от режиссёра и сценографа Рениса Сухановса, который поставил этот в Национальном театре, и премьера будет завтра. Если кто-то хочет из дома присоединиться, вы можете посмотреть это на сайте Национального театра, купить билет. И пьеса переведена, вы можете посмотреть её текст по-русски, и тогда вам будет всё понятно, что происходит на сцене. Я думаю, да. Скажи, пожалуйста, возвращаемся в Валмеру. Я просто очень хотела об этом поговорить, потому что премьера завтра, и я как раз хотела уточнить, что это будет и как. Возвращаемся в Валмеру. Ты сказал, что большая программа детского театра. Но это регулярно, каждый год вы делаете специально, и это такая большая часть вашей работы, работы с детьми и подростками. Правильно? Угу. Почему? Почему? Почему вам это интересно? Сложно мне будет отвечать по-русски, но тут есть свободность. Есть просто свободность для всем, для зрителей и артистов. Если ты делаешь спектакль только для фестиваля, есть три спектакля. Не надо думать про… Про длинную жизнь какую-то этого спектакля, да? Да, да, да. И этому году просто вот тема, ну такая большая встреча. Я посмотрел политические, скажем, сосказки. По-русски связь, может быть, связь. Что это? Связь по-русски. Связь по-русски? Ну, это connection по-английски, если мы… Connection, да. Или встреча. Вот это большая тема, тоже как фестиваль, всем спектаклем. То есть общая тема для всех, она говорит о том, что люди должны оставаться на связи. Ну… Что-то такое, да? Встречаться. Что-то такое, да. Да, да. И поэтому ваши детские спектакли, они тоже про это? Какие спектакли, извините, не слышу. Спектакли для детей. Вот очень же много спектаклей для детей, да. Да, детей тоже. Театр — это по игру. А делать игру надо встреча. Если есть встреча, есть игра. Для меня это все по театру. Если есть такая шутка по Homo Tabletis. Все как Homo Sapiens, а Homo Tabletis. Это такой молодой человек, который все время… С экраном, да? С экраном, да? С экраном. А театр дает это другую жизнь. Это дает жизнь, атмосферу, фактуры, игры, это все. Для меня, как мне есть два дети, и мне это очень важно. Я вижу, театр — это очень важная штука для… просто для людей. Это реально. Если нет, то театра нереально думать поэтически. И это такой поэтический принцип надо для всем, для инженеров. Если тебе нету… Вдохновения. Фантазии, вдохновения, да? Да, да, да. Если нету, это нереально делать бизнес тоже. Согласна. Ну вот, поэтому мне очень важно, да, этот детский спектакль. И если мы думаем, как делать хороший наш мир, надо работать с детям. Большие человеки, они так, ну как… Какие есть, такие есть. То есть вы на своем фестивале ставите задачу вовлечь всех в творческий процесс? В творческий процесс вовлечь всех? Творческий процесс — это что? Извините. Это creation такое. Такая атмосфера creation должна быть, да? Творческого такого создания. И у вас же помимо… Ну то есть у вас есть такая программа, в которой есть спектакли для взрослых. Вот я посмотрела Мартин Эйхи, взрослый, ну обычный зритель, Мартин Эйхи ставит сейчас спектакль в Валмерском театре и премьера будет состоиться в рамках фестиваля «Лейтенант с острова» Эйнишман, да? Потом у вас есть детские спектакли, которые идут на разных площадках, делают их очень известные латышские режиссеры, очень успешно известные латышские режиссеры работают с этим. Но у вас же есть еще и всякие выставки и инсталляции, то, что делают художники. Вот я посмотрела на программе, в программе у вас есть какая-то прекрасная вещь, которая называется движение, да? Движение и экран. Что-то такое. Кусты и басун, сканасы из Рады. Что это за спектакль? Сатик. А, Сатик, но это встреча как. Как раз встреча и есть, да. Но я имею в виду, что это же не просто спектакль, это же такое там обозначено, что это с движением. И с какими-то проекциями. То есть это такой микс искусства современной, да? Много, но как все, более-менее все эти спектакли, как традиционные, есть все спектры. Есть традициональный театр, как Мартин Ейк, как Золдавия. И есть современные танцы, как это Сатик. Тут очень хороший молодой Эва Криш, это команда, как команда, как дуэт, современные танцы, латыши и литовцы. И это Сатик, это по-литовски сутарт. И есть такой песни, как народные песни, сутартины. А принцип, принцип этой песни, они диссонанс. Если я платую, я плачу одну песню, и другая плачу другую песню. И это диссонанс. То есть каждый из участников поет свою песню, получается диссонанс, но вы пытаетесь его все-таки соединить в этом спектакле. И есть вот эта синергия. И вот это сутартин. Тут этот принцип. Вот эта песня, принцип диссонанса. И вот эти художники современные, они делают из этого тему не поднародные, а современные. Вот это как архетип. Принципом, как мы можем жить, как люди. Если мне есть одна песня, одна жизнь, тебе другая. Это нормально. Это ничего страшного. Мы можем жить одну жизнь. Мы можем жить, как команда. Это нормально. Это, ну как, по-моему, крутая и чистая неделя. Это очень круто, да. Да, мне тоже кажется, это очень круто. Просто надо слушать другого, даже говоря своё, надо слышать и слушать другого, и тогда всё будет получаться. Ну да. Что-то такое, да? И нет проблем, если это другое. Да, нет проблем, потому что у каждого своя песня, это правда. Скажи, пожалуйста, я ещё про один проект хочу спросить. Это путешествие по Валерии, в мире. Это такая специальная экскурсия, которую придумали ребята из группы «Квадрифронс», да? Да, да, да. Расскажи немножко про это. Ну это такой принцип. Каждый год, если есть фестиваль города, ну надо делать рекламу. Надо город как делать, как плакат, или так-так-так-так-так. Ну все городы – фестивали. Ну сейчас такая ситуация, если это пангемия, и все думают, как не делать это. И я подумал, а как делать, ну что место делать? И я попросил в «Квадрифронном» делать секретные плакаты. Есть 9 мест, которые через нашу аппликацию можно посмотреть, как геокетчинг, театральный геокетчинг. И тут есть наш плакат с дырком, и тут есть QR-код, и ты можешь своим телефоном делать этот маршрут, и каждую точку через телефоны, и вот это как называется, «хедфонс». Да, а наушники, да. Да, и слушать эту штуку. И есть тоже второй такой, «студентш тюнис» называется. Не знаю, «студентш тюнис» это такой… Женя? «Штюнис»? «Студентш тюнис»? «Штюнис»? А по-английски скажи, у нас тут даже вот звукорежиссер тоже задумался. «Студентш тюнис» А, это склад студенческий такой, да? Ну, там, где они хранят всё своё, всё, что им нужно и не нужно. Латвийский язык тут есть какой-то чуть-чуть народный… Игра языка, да. Да, да. Ну вот, а пять студентов делали свои истории для специального места. Например, есть два дома. Я тоже, как по карте, я иду тут. Тут тоже есть QR-код. Я своим телефоном делаю через QR-код. Есть линк. И я тут один. И есть два дома, как актёры. И я слышу эту историю. Это было понятно, да? Да, то есть здания становятся актёрами. Сами здания. Да, без актёров. Без людей, просто как здания, как актёры начинают рассказывать свою историю какую-то, да? Ну, вот такие пандемические проекты тоже два есть. Да, понятно. Те, которые позволяют человеку участвовать в фестивале, но при этом он остаётся один и ни с кем не контактирует, кроме как с произведением искусства, да? Да. Кроме как с произведением искусства. Скажи, пожалуйста, а кого ещё нужно упомянуть? Вот мы уже упомянули про премьеру Мартина Эхе в театре. Мы сказали про современный танец, там, где два голоса сливаются вместе даже в диссонансе, но всё равно создавая общее пространство. Мы поговорили про экскурсию, которую делает квадрифронт. Валтер Силес делает что-то про футбол. Расскажи, это очень интересно. Мне очень нравится эта идея. Вот это тоже есть документальные факты, как эксистенциализм. Для меня это тоже какая-то тема о фестивале. Ну вот, Валтер сделает один спектакль по один игре. Историческая игра, которая была в реальности, футбольная игра, правильно? Да. И тут латвийская команда Стамбула играла 2-2. Результат был такой. А это было… Я буду это по-английски быстро, да? Давай, хорошо. Они играли в 2004 году в Стамбуле 2-2. И это было достаточно для латвийской национальной команды идти в Европейский чемпионат. И это было первое время. Сейчас я переведу, подожди, подожди, я переведу немножко. Значит, история о том, как в 2004 году латвийская команда под футболу сыграла в ничью 2-2 с турецкой национальной сборной. И этого было достаточно, чтобы латыши могли выйти в Европейскую лигу. Правильно? Чемпионат. Чуть-чуть. Тут есть интересный момент. Валтерс, конечно, посмотрел, что это команда, кто тут было. Какие жизни есть. Тут будет не только вот эта игра, а это большая игра. Вот пандемии в спорте не было. Не было чемпионшип в хокке. Да, да, все играли. Не было это все, как Латвия, Россия, Америка. Это все не было, да? А это для людей, ну, важная штука какая. Но она очень объединяет. И это тоже такое шоу большое всегда. Ну, да. А здесь будет история тоже по человекам. Мариан Пахвар такой парень был. Тут много, в команде было много русских злых паев. Тут есть много интересных и актуальных моментов в жизни этих людей. Как потом, после этой игры. Их жизнь сложилась, да? Контракты, новая Москва, ЦСКА или Европа. Ну, как это все было? Тут много будет как… Скажи, пожалуйста, но там вот я почитала тоже в описании, там ту команду, которая была латышская, про которую идет речь, вот про каждого из участников, про судьбу, про его какие-то прошлые, про ту ситуацию, в которой он оказался. А против них играет какая-то команда настоящая или кто? Ну, там же еще 11 человек должны участвовать. Я правильно понимаю? Да, тут будет… Не знаю, сколько я могу сказать. А, нет, могу. Тут будут актеры, которые будут играть как коуч. Тренер, тренер, тренеры, да. И будет как хореографы, которые делать, и будет реальная футболская команда «Ваумьера», молодой состав, да. Играть как, да. То есть у вас будет просто история, вот то, что ты говоришь, что тебе нравится игра в театре, как игра и игра с детьми, и футбол ведь тоже игра прекрасная совершенно, то есть вы просто делаете такое большое событие. И тут всегда все очень ясно, есть вот эта круглая штука, и надо эту круглую штуку ставить, эту квадратную штуку, это очень как ясно. Да, есть цель каждый раз, постоянная и понятная. Но, тем не менее, вы решили сделать из футбола театр тоже. Поэтому вот можно рекомендовать семьям почитать историю этого футбольного матча, чтобы знать о чем, и поехать смотреть этот спектакль, потому что, мне кажется, это будет очень интересное событие у вас. Да? Да. Так, скажи, пожалуйста, что я еще не вспомнила из программы? Что твоё? Программа, по-моему, есть вот два этих спектакля. Одна, очень экспериментальная, два часа по одному, по одному, как экскурсия. Инга Тропа делает спектакль, никогда не буду её посмотреть. Я тоже открываю программу параллельно. Ну, скажи, как это называется? Пока мы смотрим, я назову сайт, где всё написано, где все вы можете знать. Сайт называется valmerasfestivals.lv. И там есть всё очень подробно на самом деле. Вы можете всё изучить и купить там билеты. И мне кажется, это очень интересно. Я надеюсь, что вообще погоду показывают хорошие в следующие выходные. Да. И не забудьте про дискотеку. Спектакль в её шапсе, если бы она будет как экспозиция. Ага. Это спектакль-инсталляция написана на сайте. Да. Да, да, да. Два часа. Это Инга Тропа делает, да? Да. Тоже хорошая художница Яои Кусама. Ага. Это как... И я вижу, что каждые 10 минут вы будете запускать новую какую-то порцию заходить, да, на эти два часа. Не порцию, а человек. 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 А, один человек. Только по одному. А, это у вас такой спектакль-путешествие для одного человека. Да. Каждые 10 минут один человек, один зритель заходит и дальше наблюдает эту инсталляцию, которую вы придумали сделать. Так, это интересно. Скажи, пожалуйста, а ещё что у нас есть? Что мы ещё пропустили? Это будет без текста тоже. Слушай, это будет много, правда. Ну, на самом деле, фестиваль очень большой, и в нём задействованы действительно самые интересные художники и режиссёры, и актёры. Я посмотрела, что у вас там будет Антайзупе играть, по-моему, да, какую-то дискотеку, что-то там, какой-то день в перерыв между... Она очень хорошая диджей. Да? Да, в команду Мадра Ботмана из национальной. Они экспрессивные такие девушки делают такие сильные танцы. Так, вот имейте в виду Антайзупу, которая сейчас премьера «Три сестры с Владом Наставшевым», она вот в перерыве поедет зажигать Валмиеру на дискотеке, на собственной, которой она будет играть. И ещё будут новые спектакли театра Элмар Сценкова, Эс-Арте, это новая команда. Ну, они делают очень экспериментальную пьесу, и по поводу этого... «Алфа-сапиенс» называют. Угу. Так. Опять с интернетом. Эволюции, по эволюции. А, эволюции. Это будет как... У нас опять с интернетом. По теме эволюции. У нас было с интернетом немножко тяжело. Можешь повторить? Они делают эволюцию? Нет, спектакль по теме эволюции. Про тему эволюции? Да. «Хомо-сапиенс». Вот. Как это... Что сейчас по этому тему? Да. Куда движется человечество? И, конечно, для компании Элмар Сценкова это очень важно, потому что они только-только начали работать и попали в историю всего закрытия. И я как раз тоже думала, как тяжело молодой компании, и которая только-только пыталась о себе заявить, вот только встала на ноги, чтобы двигаться. Вот. Теперь они на фестивале могут что-то показать. Это очень здорово. Но это важно для... Наш фестиваль. Мы как первые работы к квадрофронам тоже здесь было. И все перфорации есть такой. Это для меня очень важно. Дать возможность и зрителям, и новым компаниям, и людям. Дать возможность попробовать себя вот в таком пространстве, чтобы потом понять, куда-то еще двигаться. Да, да, да. Возможность работать как новым экспериментом, новым странам. Это все, ну, конечно. И не надо думать, когда ты делаешь нормальный театр, ну, как национальный, да, или если так, тебя надо думать как автором чуть-чуть тоже. Ну, будет 10 спектаклей, не знаю, 12. Нереально так просто деньгами. А здесь только 3-4 спектакли. И зритель будет. И ты можешь, как будет, больше свободный своим с думами. И вот это все. Это важно для зрителей тоже. Да, фестиваль же, он несет большую нагрузку всегда, любой фестиваль. Он всегда дает возможность художнику высказаться, потому что у него безрисковая зона, я бы сказала. Да, безрисковая зона. Да, очень правильно сказала. Спасибо. Потому что зритель все равно приезжает. Это праздник, это радость, это много разных, большой выбор разных событий для зрителя. А для художника возможность высказаться в том направлении, в котором ему интересно. Потому что ему действительно не нужно думать о том, что это потом должно играться, 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 собирать зрителя в течение какого-то длинного периода. А он может высказаться очень концентрированно на эти 3 дня и сказать то, о чем он хочет сказать. А для зрителя, конечно, это большой выбор, потому что если вы любите обычный театр, как мы его называем, ну такой, да, к которому мы привыкли, вы приходите в зал, садитесь в кресло, и для вас играют спектакль. Если вам интересно открывать для себя какие-то театральные путешествия, пожалуйста, у вас есть экскурсии, у вас есть просто одиночное плавание с Ингой Тропа, у вас есть и какие-то еще вещи, вы можете приезжать всей семьей, потому что на этом фестивале очень много событий именно для детей и подростков. Если вы любите футбол, берите своих жен и поезжайте смотреть спектакль Валтера Силлиса. А жены будут счастливы, потому что они пойдут в театр, где есть футбол. В общем, программа большая, интересная. Три дня в Валмире. Валмир – прекрасный город, хотя он, конечно, отстроен после войны, но, тем не менее, там немножечко каких-то очень уникальных мест осталось красивых, и красивый берег реки, и парки, и очень зеленый город, и много кафе, в которых вы можете перекусить. И, пожалуйста, берите с собой бинокли, берите с собой зонтики, берите с собой легкие вещи. А, нет, зонтики нет. Нет, плащи, плащи. Это как называется? Плащи, да, да. Пластиканты. Да, да, плащи обязательно берите, потому что зонтик мешает другим смотреть, а в плащи вы никому не мешаете. Пожалуйста, приезжайте в Валмир, это не так далеко, это большое приключение лета. И увидимся там, потому что я тоже приеду смотреть, Ренес. И я желаю вам большого успеха. Будем танцевать на дискотеке. Да, супер. Спасибо. Спасибо, Ренес. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова